Привет, друзья! Сегодня полезные советы и приспособления, которые могут пригодиться. Продолжая заниматься отделкой в доме, меня часто выручает обычный малярный скотч. Установив раковину к стене, надо загерметить шов примыкания. И тут малярка отлично выручает. Обклеив край раковины и стены, наносим герметик. Далее волшебным пальцем сглаживаем шов и отклеиваем малярный скотч от стены. Таким образом у нас в десятки раз меньше работы по отмыванию стен от остатков герметика. Да и сам шов выглядит очень ровно. И для обычного домашнего мастера сделать такой хороший шов, это отличный результат. Работая с доской, при склеивании деталей, часто ищешь либо щепку под рукой, или второй заготовкой размазываешь клей. Детали, конечно, склеятся, но можно сделать качественней. Из пластиковой карты можно сделать отличный зубчатый шпатель для столярного клея. Зажав тиски через деревяшку, делаю пропилы примерно каждые пару миллиметров. Как с широкой стороны, так и с узкой. Далее немножко шлифанул наждачной бумагой. И вот приспособа готова к работе. Наносим клей на заготовку и с помощью мини-шпателя делаем зубчатые линии из клея. Таким образом заготовки при склеивании будут охватывать максимально большую площадь склейки. Да и вообще, размазывать клей стало намного проще и в разы быстрее. А после работы такой шпатель можно быстро протереть обычной тряпкой. Мешки со смесью быстро и просто можно раскрыть с помощью обычного бруска, который подкладываем под мешок. Далее верхнюю часть прорезаем кацелярским ножом и поднимаем брусок. И у нас мешок делится на две половины. Таким образом легче отследить пропорцию или расход смеси. Да и вообще, друзья, в разы легче переносить. Так что берегите спину. Никогда, слышите, никогда не выбрасывайте веревочные фильтры от воды. Особенно в домашнем хозяйстве. Так как из такого фильтра вы получите сотку полезной шнурки. С помощью которой можно делать разметку или использовать в разных назначениях. Я планирую строить баню. И заранее заложил две трубы под землей для воды и электричества. И вот отличный лайфхак, как быстро и просто протащить кабель под землей в одно лицо. Буду использовать отработанный веревочный фильтр. На конец шнурки завязываю салофанный пакет на пару узлов. С другого конца трубы беру в руки пылесос и с помощью самодельного переходника из бутылки соединяю шланги. Далее остается только включить пылесос и в трубе будет давление. И можно отправлять посылку на другой край трубы. Доставив край шнурки, снимаем пакет и завязываем провод. Для лучшей фиксации намотаем немного изоленты. И можно протаскивать кабель. Запоминайте способ, друзья. В жизни тоже может пригодиться. Склеивая много маленьких заготовок, могут кончиться струбцины. На помощь придет обычный пистолет для герметика. Использовав два маленьких брусочка, мы легко и быстро сможем прижать пару заготовок для склейки. Если на стройке стягиваете брус, ну очень длинными саморезами, например там 200 мм, то от большой нагрузки шурик может пригреть. Да и просто отказать и покинуть вас. Да и вообще такие длинные саморезы шурик будет закручивать очень долго. Чтобы ускорить процесс и увеличить срок службы инструмента, возьмите кусочек мыла и слегка обмажьте саморез. Таким образом он залетит в заготовку, как по маслу. Напишите в комментах, друзья, какие советы понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.